его звали геральт где-то ваше таруфель они тут значит все заполонили что если друг что не будут убивать людей здесь да ты в порядке нет я себя как-то странно мне я слышу что они думают это ужасно геральт ожерелье у тебя да его все время ношу я не хочу их слышать геральт зачем эльфы это делают в двух словах это не объяснить они также одержимы злостью ненавистью жестоко все как и люди у этих свои интересы у тех свои не могут договориться меряются кто из них более важны на этой земле не сражаются за свою свободу за идеал люди приперли их к стене и они не видят другого выхода отказываются признать что мир изменился они не могут победить но все-таки сражаются это печальная отчаянная попытка остановить эволюцию и это тоже мир изменился эльфы жили раньше отдельно не была своя земля потом после событий забыла как называть это события не стали жить ну вот она условиях человеческих на земле людей по моему так они потеряли свои прекрасные маски маски высокомерие благородство высокомерие как с благородством в общем то вместе выживаются я не понимаю а теперь видно глубокая ненависть которую они испытывают к людям значит раньше не скрывали что они ненавидят людей они им улыбались но были при этом высокомерны теперь они стали терпеть что их принижают до их незначимость что делает их знаю как будто бы они не имеют права жить как они желают кого-то они не свободные создания также как и люди просто по признакам внешним происхождение отличаются и и теперь они устроили революцию показать им на отомстить где раки зимуют и все это жестокость которой они вы нашли внутри они сейчас демонстрируют прилюдно после того как видимо уже не было сил терпеть они в бегах решили спрятаться в этой пещере без сил без еды хотели накопить восстановить свои силы сейчас они уже не могут сражаться они могут только фыркать и говорить о том какие они гордые но видно что силы не на их стороне но они будут прибегать всяческим иловком вот все их заложники альвина людей будет брать заложники то есть вот этими низкими поступками они не лучше людей но им нужно как себя защитить их меньше чем людей поэтому вот мы не так ведут себя это способ выживания просто цепляются за мир вот так вот и не давая особого значения каким то высоким моральным принципам они сражаются за свою свободу за идеал люди приперли их к стене и они не видят другого выхода я запомню это что-то плохое скоро произойдет я чувствую я должен поговорить 100 рублей оставайся здесь не было печали просто геральт вернулся охоты на монстров и тут такое развернулась безделье утомляет меня таруель мы к тебе геральт как ты думаешь ты взяла в заложники нашего друга ребенка и не будет если они нас отпустят ты могла бы оставить детей в покое к сожалению не могла на этом берегу стоит белая райла трупы крестьян и и не впечатляли только дети ее задержали смотрите солдаты этой райлы прямой приказ был наверное найти и убить возможно этих вот отступников до скотелей и ей наверное в этом приказе сказали что приказ должен быть выполнен любой ценой пока что скотели видимо в заложники детей не брали думали что их остановит если они будут брать заложники просто людей взрослых но как видите и все равно нужно было выполнить приказ и она не обращала на это внимание любой ценой шла на пролом скотели убивали невинных людей а эти пытались достичь своей цели и в результате они прибегли еще большей жестокости которые не знаю куда приведет как далеко им нужно зайти чтобы люди которые борются за своих же людей остановились и посмотрели что их не цель убивает их же людей невинные невинных людей которые берут заложники неважно ребенок это взрослый мужчина или женщина это все человеческие жизни и в борьбе в этой это во первых мешает и гордыня и людям в том числе но здесь она не может ослушаться приказа она думает что она как бы воля чья-то то есть она меч и кто-то управляет ее мечом и конечная цель сходится со взглядами ее же то есть она просто достигает цели то есть она чья-то воля этот солдат рай вам и вот это очень грустно они друг друга стоят это знаете когда война идет например на одна сторона чтобы выиграть готова пожертвовать не солдатами а готова просто подбрасывать пушечное мясо например отвлекающий манерти уже заложников чтобы выиграть эту войну чтобы продемонстрировать свое превосходство примерно это так и выглядит но это тоже война только не такая масштабная альвина конечно но тут мы не можем решить эту проблему спася только одного ребенка эта проблема будет не решена он не сможет потом спокойно жить верать если она сейчас перережет всех детей как будто здесь только альвин до человеческая жизнь дорога нет не только альвина всех нужно спасать руель я хочу тебе помочь но ты должна отпустить заложников я знаю ты друг мне говорила тебе с куэтаэль из вызимы который недавно к нам присоединился я знаю что ты помог я и вину в банке хавкарен снова стали поставлять оружие припасы поверив что я и вин им заплатит я тебе верю я рад но помоги нам сбежать мы не хотим сражаться мы сможем сбежать под покровом ночи если нам повезет никто не пострадает согласен а и скажи лютику чтобы перестал прятаться за домом иначе его кто-нибудь пристрелит смотрите нейтралитет поддерживать не получается открыто поэтому приходится прибегать всяким хитростям которые наводят сомнения на людей что мы якобы с куэтаэлями заодно но герли только и всего пытается спасти и эльфов и людей блин эта бабушка мне фун портит своими охами поэтому конечно мы и поможем сбежать мы не хотим чтобы сейчас убивали и эльфов сна и детей не видно может быть они куда-то спрятали то есть не хочу чтобы бывали эльфов их не жизни загубили и людские жизни так у нас дальше действия так друг ель напугана она не хочет их убивать по разговору понятно надо это сделать если не отпустит их она воин ей приходилось убивать дома и детей тоже нету невинных воинов да им всем приходилось быть таких ситуациях которые откладывают отпечаток в их подсознание больше так скажем и возможно кто-то легко к этому относятся ему легко отнять жизнь и кто-то все-таки испытывают муки совести как бы ему не хотелось это делать мне нужно поговорить с лютиком решить что делать дальше так лютик прячется за домом думать что его никто не видит плохой милашпион так где-то здесь здесь нет дом селена ты бы еще ближе подошел я думала и мы его найдем хотя бы где там самый дальний дом он прям поблизости вот они стоят сюда наверное за угол постоянно заходит жди здесь я попытаюсь поговорить с альвином так а мы с альвином еще не говорили а альвин альвин а где альвин может быть ждите а вот альвин геральт возьми меня с собой я буду хорошо себя вести мы хотим спасти всех все будет в порядке на крайняк он вроде перемещаться может я не хочу мы жили с вами в мире пощадите нас умоляем как все плохо да мы тут им собираем крошки хлеба мясо виверных приносим алину вы так значит с нами значит просто так спрятаться у тела они уже не могли слишком близко их настигли люди но это армия до рыцарей это и райлы все сложно конечно геральт из огня до в полымя мы в ловушке с одной стороны скаита или с другой рыцари а мы с альвином посередине махакамские сейфы спроектированные гномами инженерами охраняющие заклятие уровня мастера закаленные в бою ветераны войны 500 летний опыт это все обеспечивает твоим деньгам безопасность не верьте рекламе силы сравнялись нашли в рекламе тогда еще такое слово было слухами о богатстве я сейчас скажу по этому поводу богатстве которые люди ранее украли у вивальди за свободу лучше сражаться с полным брюхом и в хороших доспехах да они банк отобрали у краснолюда сказали что все принадлежит людям они меня не волнуют я только хочу спасти альвина но если я уйду сейчас может начаться резня просто мне надо думать о друзьях ведьмак это важное решение возможно одно из важнейших в твоей жизни что делаем спасаем альвина и бежим отсюда подождите первый вариант точно это только спасаем альвина и сваливаем но мы должны помочь эльфам тоже нет я хочу помочь эльфам что мне делать мы должны вернуться в и зиму передай королю рыбаку чтобы был готов увидимся на берегу озера я заберу альвина я никому не позволю навредить ему если бы мы не помогали эльфам тогда бы других других заложников могли убить украинцы детей возьми его так эти тут как тут блин я че сейчас буду убивать людей я думаю что мы успеем помочь им сбежать но они уже здесь ну вот они нарушили обещание они за нами проследили а ловушка ловушка атакуют ну ладно а если бы первый вариант выбрала все равно бы их убили да альвин нет куда ты переместился а 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 не оценивать я что там хотела выйти пасточку давайте групповой стиль выберем так со всеми разобрались но вы не лучше их но я не хотела чтобы вы попали в засаду они бы тогда заложников убить могли эту сколько людей детей эти вот эти воины вообще не подумали об этом сохранилось в другом порядке стала убивать их сохранилась почему-то когда вначале сражалась с этими рыцарями у меня игра зависала вот я переразошла в игру у них останки остались какие-то что это за кинжал такой кинжал лучше чем наш возьмем его и рыцаря 50 воронов остались деньги алмазная пыль и кольцо нужно взять думаю что выбросить самогон персик это мы продадим украшение продать можно когда это все закончится тут и наши и не наши тоже все полегли чем досталось чинный камень пригодится машину точить а с людьми надо сражаться другим мечом а я машинами достаю именно серебряный меч которым нужно сражаться монстрами когда это все закончится нет нельзя одновременно все проходить это было пробное видео с до секс сначала ведьмака да пройду так мы тебя уже слушали как видишь деньги вивальди наконец-то пошли на благое дело такой перевод неприятный это перевод кубца ему вообще не подходит так ладно мы помогли второе ты не хочешь нас поблагодарить эльф сначала захватим вы зиму а затем весь мир вы зиму захватывать не будете если вам геральт помогает это не значит что он будет помогать захватывать вы зиму люди чужаки мы отвоюем мир который когда то принадлежал нам то что они хотят отвоевать мир это то же самое что сейчас пытались сделать люди несмотря на то что у них в заложниках были дети они все равно напали на них им было пофигу на их жизни никакой жалости почему мы должны тухнуть людей в море возвращайтесь туда откуда пришли я не могу медитировать когда огонь погас надо его разжечь да не нужно мне сейчас понимали куда идти-то нас обновились какие-то события Альвин скрылся в портале я не мог его остановить что теперь я скажу Трис я ведь должен был беречь парнишку ну Трис волнуется тоже из-за того что он какой-то магический ребенок может его хотели использовать для того чтобы узнать какие-то секреты или тайны ребенок сам не осознает что с ним происходит а ведьмы они в курсе этого всего может из-за этого за ним так готовы приглядывать бережно так заботиться о нем о его безопасности на самом деле хотят знания получить с него ну может быть не Трис может та которая которая она передает через зеркало информацию я еще раз не встречалась поэтому не знаю так погоди а Трувель куда делась? нам не теперь идти мы сделали выбор подписались подписались под выбором кровью тех кто пошел против меня теперь назад пути нет нужно хватать Лютика убираться отсюда Лютик Лютик а Лютик я теперь за которым домом прячется Лютик здесь Лютика не вижу берег озера Лютик на берегу озера он свалился да наверное Герат ему сказал туда линять пока здесь заварушка да правильно ведь да сейчас к озеру выйдем Трувель тоже куда-то делась ее не убили блин одновременно можно было бы ставить на рендеринг видео и играть но видите как если я что-то конвентирую или у меня даже загрузка через интернет могут быть перебои со звуком поэтому мост не достроил все никак не достроишь только бухаешь вот тебе все сделали все свой мост никак не достроишь блин такие летчики истребители это гуси что ли утки перелетные птицы так выглядело странно я даже гулять так люблю особенно когда на реке да отдыхаешь вот так вот когда идешь по воде или когда на море так поднимешь голову к небу так необычно кажется как будто земли под ногами нету наслаждаешься деревьями и небом ну конечно если солнце тяжело смотреть в облака на небо но и ночью так под звездным небом да классно когда тепло на улице когда лето да где книгу про альпы мы найдем дальше найдем мы сюда уже наверное вернемся поэтому надо либо сейчас выполнять задание но я сейчас уже не знаю где искать эту книгу может я уже выбросила продала кому-то случайно эти второстепенные задания не столь важны если я могу я их выполняю я ищу эти книги да просто так забиваю на эти задания второстепенные ну а так сейчас мы уже давно достаточно давно да продвигаться дальше алина так и будет всю игру перемещаться куда-то так на берег озера белая райла вот она где а лютик там поговорим с белой райлой она тут свой отряд сюда поцеловала но ее там не было среди солдат кстати я отпустил клавиатуру у меня гераль почему-то сам ходит что это за глюк такое ведьмаак что случилось чертовы фанатики не грамма профессионализма они отстранили меня от командования когда я отказалась атаковать согласно договору мой адъютант достал наконец письмо от Зигфрида он все это время таскал его с собой представляешь ну как все прошло вечный огонь согревает души эти рыцари если у них вообще есть душа ты тут единственная женщина вечный огонь согревает души этих рыцарей если у них вообще есть душа ты предатель не думаю по крайней мере в отличии от тебя я не убийца время покажет помни ведьмак историю пишет победители мы не должны были ей говорить правду чтоб кто-то другой не узнал мне не хотелось беспокоиться о ее самочувствии второй вариант мне вообще не хотелось выбирать поэтому я сказала как есть так а Лютик то где Лютик только что здесь был Лютик я его издалека видела когда с белой Райлой разговаривала а вот он я с той стороны надо пройти сесть на лодку и плыть с ним сколько успел столько записала не всегда есть возможность разговаривать сохранить сохранить-ка я отсюда так сей с лодку так поговорить с Лютиком Геральт плохо дело плохо дело очень плохо что произошло Альвин открыл портал и исчез он может быть где угодно возвращаемся в Вазиму может быть Трис что-то знает что ж Вазима так Вазима Вазима Наконец-то мы с тобой вдвоем сели в лодку Дорога будет длинная под песни Барда Лютика Интересно, почему нас дворовая собака провожает? Это какой-то знак Такой важный момент нам показать крупным планом собаку а вот орден полнающей розы еще один так мы не совсем отрядом разобрались еще подоспели значит мы отсюда свалили ну в общем они тоже не заводятся о безопасности людей поэтому мы сделали свое тело мы не хотели чтобы этих людей убили из-за неосторожности тех же людей которые вроде как сражаются против эльфов которые угрожают людям просто противоречие какое-то такое чтобы быть победителями правильно Райла говорит чтобы в глазах людей выглядеть победителями неважно какими средствами они достигают это цель Луизима горит здесь надо шани вытаскивать сейчас нагулялся Геральт теперь иди свою подругу спасай из горящего города Лютик тебе уже пора привыкнуть к картинам войны их ты повидал немало я натура чувствительная я никогда не смогу привыкнуть к насилию и жестокости к счастью у нас мутантов натура куда менее чувствительная не неси чушь и лучше расскажи что нам делать дальше в письме Берингара были некоторые зацепки нам определенно нужно попасть в город это будет нелегко и небезопасно я не знаю раз уж мы так близко подошли к разгадке ты как гончая взявшая сына отправляемся в старую Визиму лучше всего пройти через Визиму но на улицах до сих пор идут бои нам надо туда попасть наконец-то я узнаю кто стоит за саламандрами ведьмак ты действительно хочешь пойти со мной ты действительно хочешь пойти со мной я ни за что тебя не брошу потому что ты хороший горячо думаешь я боюсь но что ты нам просто сейчас еще за тобой присматривать надо может тебя спрятать под лодкой вот здесь посидишь пока и мы спасаем не знаю кого не спасаем шани и точно надо ее спасти хотя она за себя постоять может но с огромной сворой солдат даже и Герлитова бывает туго справиться поэтому мы ему вещи хотели сдать да какие то давай сдадим Лютику отдадим вещь все вещи теперь у Лютика ну то выбрасывать придется пива она мне вообще нафиг сдалась крепкое спиртное основа для эликсиров золотое кольцо ниба ниба потом все заберу и продам ниба потом все заберу и продам читали нет теперь прочитали есть догона отдаем Лютику так я его перекинула немножечко освободила место потом продадим кольца деньги нашла давайте четыре тысячи уронов накопим и купим ему доспехи если нам еще хватит до конца игры времени он еще себя не раскрыл раньше или позже ты вернешься ты многое пропустил привет Винсент что ты здесь делаешь не верю что ты вышел со мной поздороваться я отвечаю за безопасность короля Родовида в Тимерии мы будем иметь бледный вид если с ним что-то случится Фольтест вернулся он в старой Вазиме теперь когда мы знаем чьи приказы выполняем боевой дух повысился мне нужно попасть в старую Вазиму а там опасно у одного у меня есть шансы ас ты меня понимаешь ас обраднем больше шансов подробностью тебе расскажу позже это касается короля Родовида а язык ведьмака может сослужить нам дурную службу вы тут что-то комбинируете Винсент прав я бы только мешал не мастак я с королями разговаривать отлично Лютик жди меня у королевского лагеря Геральт делай что должен Винсент на нашей стороне в прошлый раз нас спас помог нам несмотря на то что мог себя раскрыть он побоялся перевоплотиться в оборотня и встал на нашу сторону так что у нас по заданиям сейчас так про юзас забудем вкус месте нужно отправиться второго зимы там выследить Главаря Саламандр мы столько дней провели и выслеживая Берингара что просто не смогли убить его у него есть свои достатки сомнения но может быть когда-нибудь он станет порядочным человеком интересно чем закончится история Берингара ну по поводу того что предал он или осуждаем мы его или нет предыдущая серия об этом сказала сейчас справляемся в старую зиму я думаю что игра близко с концом нам еще второй проходить так что все еще впереди нет но сначала раз уж у меня доосекс запущен доосекс пройду не удержалась я его купила и установила что теперь делать капитан стражи да здравствует король командир запретил нам участвовать я не понимаю кармен это куртизанка откуда мы ее знаем кто это такая как девочки пора позаботиться о Винсенте как девочки все еще обсуждают тебя а с Шани мы даже подружились отлично надеюсь у нее все будет хорошо с тех пор как началось восстание она трудиться не покладая рук ухаживает за больными и ранеными независимо от их расы и далеко не всем это нравится понятно к сожалению я очень давно ее не видела честно говоря с тех пор как все это началось я постараюсь найти ее до встречи надеемся что с ней все хорошо нам еще нужно будет делать чистосердечное признание лётик пошел погреться у костра пока все заняты своими делами в думах о войне в этих разборках приветствую Геральт ваше величество поздравляю насчет профессора этот напыщенный тупица как-то пытался меня шантажировать так что спасибо за добрые вести не за что что привело вас сюда хочу покончить с саламандрами людям которые важны для меня нужна помощь первый наверное он вернулся все таки из-за того чтобы покончить с саламандрами полный хаос благодаря моим агентам фольтест вернулся и пытается восстановить порядок понятно ну что ж мне пора сударь прощай так конечно он хочет найти шаню видеть что с ней все в порядке но его цель такова и она кстати в курсе она бы ему и помочь могла но она за себя поставить может поэтому не так сильно за нее переживаем на крайняк она могла бы где-нибудь затаиться поэтому сейчас мы идем в старую зиму завершаем игру не знаю хорошо это или плохо люди просто добились своего женщин и детей даже самые мирные эльфы взбунтовались не знаю кто ими руководит люди стали убивать женщин и детей эльфов может быть великий магистр хотел спровоцировать нелюдей и это защищает люди говоря что люди лучше чем эльфы потому что мы якобы более подвержены чуме пред силой кобылы ясное дело что ты здесь делаешь нам нужно отбиться от рыцарей а потом я выведу из старой вызимы мирных жителей и пациентов Шани в старой вызиме? она организовала нечто вроде полевого госпитара в старой ратуше пойдешь со мной? естественно ну как вообще ребенок любого создания животного человека в любой раз может быть можно рассуждать что он плохой или хороший чистый лист он младенец он еще ничего не познал как искусственный интеллект как я сравнивала конечно это создание живое а это машина но все же в какие руки он попадет в какую среду он попадет окружение какие родители его будут воспитывать что он встретит в своей жизни там до семи лет дальше да в подростковом возрасте до семи лет просто формируется личность то как будет сыграть главную роль каким будет ребенок так конечно рождается уже с основой и эту основу невозможно изменить ничем никакими влияниями подавления личность она и есть личность как я выражаюсь в душе есть уже слаженные черты опыт и характер которые с самого младенчества младенчество будет проявляться вот потом конечно могут накладываться различные влияния программы социальные внешние какие-то и зародители и других людей но все зависит от того в какую среду попадет младенец и так как какое бы пророчество не было злое что там какой-то младенец станет злым магом можно как-то повлиять на это если поместить его в дружелюбную среду я в это верю действительно так поэтому то что делать люди это очень жестоко и это отнюдь не по-человечески если как определение человечность это доброта, сердечность и душа поэтому мы ни за кого мы все время пытаемся как-то сгладить ситуации которые кстати обострили люди мы не хотим чтобы гибли ни скулотели, ни люди то есть мы не хотели принимать в эту сторону просто нас вынуждают наоборот люди нас вынуждают на какую-то жестокость чтобы мы втирались в доверие к эльфам потом значит мы их выманивали вот за нами проследили прошлое разное проследовали чтобы в наружу с детского отеля прячься а эти взяли в заложники то есть никто не лучше других одинаково стоят друг друга и в этом страдают дети и с одной стороны и с другой я думаю что вход выйдем в старую с той стороны, да? сохранимся